Здравствуйте, дорогие друзья! Вот у нас рано утром ураган, дождь, но глава недельная по расписанию. Итак, урок Бешалах. Сказали наши мудрецы, что если спасение еще не пришло, если в любую минуту может возникнуть угроза уничтожения, это означает только одно, что мы своими поступками препятствуем конечному избавлению. И это для нас крайне важно, изучая сегодня, как это было в прошлые века, выходили люди. Если бы не грех первого человека, откуда все началось, сказано у мудрецов, то он бы не умер. Так же, как он со своим телом вместе попал бы в следующий мир, он вступил бы прямо с телом. Наши мудрецы утверждают, что если бы не произошел этот грех, то грядущий мир наступил бы сразу в первый шаббат. Как это вообще понять можно? В Ленских Гаун писал, что то, что мы называем материей, вообще не существовало в том мире, где был первый человек. А то, что мы сегодня называем духовным миром, тогда воспринималось в качестве материи. Вот такой колоссальный сдвиг произошел. Обычно духовное рассматривается как некоторая роскошь, приправа такая к жизни. На самом деле предпочтение отдается сну, добыванию денег, я знаю, что еще. Еде. Время, посвященное этим вещам, оно всегда священно. У меня обед или у меня это. Предаться молитве или религиозным размышлениям люди готовы под настроение или при каком-то там проблеме в жизни. Следует знать, что самое важное расставить приоритеты, которые должны соответствовать нашей внутренней сущности. Спросить себя, для чего я живу. Неужели только для того, чтобы поесть, попить, сходить в туалет, необходимо установить для себя режим для духовных занятий, обязательный режим. И придерживаться его так же строго, как в отношении работы с НАТО, я не знаю. В море сказано, что небесный голос провозглашает о том, кому достанутся поле, вот этот дом пойдет, тому эти деньги отдадут, такому. Человек не может прикоснуться к тому, что уготовано другому, даже на волосок. Просто люди этого не понимают. Человек должен радоваться своей участи, ибо это то, что ему постановлено. Но никто из рожденных не в силах отнять вот это вот чужое у кого-то. Не может этого. Это кажется, что что-то отняли. Наша задача в этом мире не игнаться только за материальными целями. Этот мир дается нам, чтобы усовершенствовать себя в первую очередь. Ну, так, себя в первую очередь, да, и немножко окружающий мир. Так сказали мудрецы. Расскажу короткую притчу. Некий человек взял в аренду магазин у одного богача, у которого в городе было много магазинов. Он арендовал самый дорогой магазин на рыночной площади. Аренда стоила дорого, ожидаемая прибыль огромная. И вот вместо того, чтобы заняться торговлей, он взял, купил хорошее кресло, качалку, сел. И вот там качается, да, кальян там, ждет. Так прошел год. Срок арендовал, истек. Арендатор встал со своего кресла, пошел к хозяину магазина. Он сказал, принес арендную плату. Тот говорит, нет, у меня денег нет. А почему, спросил хозяин, когда ты знал ответ. Потому что я ничего не заработал. Я не стал заниматься торговлей, я предпочел наблюдать, там, смотреть. Это не освобождает тебя от уплаты за аренду, сказал хозяин. Ничего, так, что ты теперь хочешь? Я пришел просить, что ты продлил мне аренду еще на один год. Хозяин онемел от такой наглости. И говорит с насмешкой, а больше ничего? Нет еще кое-что, сказал арендатор. В прошлом году я заметил, что магазин стоит чуть в стороне, из него виден не весь рынок. В будущем году я хотел бы получить магазин, стоящий в самом центре. Потому что оттуда могу наблюдать за всем, что делается на рынке. Вот давайте подумаем, не похожи ли мы на этого человека. Когда был Рошашана, мы обещали заплатить арендную плату изучением Торы, исполнением заповедей. Мы провели этот год, который получили и выпросили у Бога с удобствами. Выжимаем из него все благо, там, и так далее. Но арендную плату не платим. Теперь приходим к Богу. Вот как мы читаем, дай нам это, дай нам то, там, вылечи здесь. То есть мы не уплатили за прошлый год. И пришли к нему и говорим, что давай, 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 давайте пообещаем, что хотя бы вот с этого дня, с этой минуты мы что-то изменим. И начнем не бездельничать и работать. Сказали мудрецы, невозможно построить лучший мир для обитания человека до тех пор, пока в нем не появятся более совершенные люди. Вот где мы пытаемся изменить мир, а надо менять себя. Вот тут вот наша задача. Брахав и Ацлахав.